Вчера мы с вами говорили о том, что Господь изначально в душу каждого человека вложил чувство истории. Что бы вы предложили конкретно, практически, для развития этого чувства? Ваши предложения для развития этого чувства в поместных церквах, в миссиях, в союзах, в ассоциациях, в объединениях? К нам в Тамбов на той неделе приехал главный наш миссионер Леонид Картавенко. Он там беседу проводил с молодежью. Мы с ним так общались немножко. И он вот эту тему тоже затронул. А что можно было бы сделать, чтобы такой молодежи появился интерес к истории практически? Он там говорит, мы вот к юбилею выпускаем такой большой календарь, крупноформатный, портреты наших основателей, сведения. И может быть на этом календаре оставить свободные места. Вот когда этот календарь возьмут в поместной церкви, пусть туда еще вклеят, приклеят фотографии местных, там проповедников, миссионеров и так далее. У него была такая идея. Что бы вы предложили? Фильм, который показать в церквях, может есть какие-то исторические фильмы, чтобы это было направлено только для верующих, а не организация самостоятельно. Фильм, но над фильмами работают некоторые люди. В Саратове есть режиссер, что он член церкви. Просто мне кажется, если мы говорим об истории, история должна быть живая и должна быть применима к нашей жизни. Если она не будет применима к жизни, то ты ее интересной никак не сделаешь. А как это практически? Да, конечно. Конечно. Милопробел. Хорошо было бы, знаете, если бы мы могли привести такие примеры, когда изучение истории действительно удохраняло от повторения каких-то ошибок. Если есть такие конкретные примеры, хорошо было бы с ними ознакомить. Да, и разговаривать, да. Имело бы очень широкий такой резонанс, было бы всем интересным. Такие вот проблемы лучше показать. Реальная история на сегодняшний день. Да, я тоже думаю о том, что для того, чтобы человеку побудить что-то изучать, ну, допустим, надо, чтобы это было ему интересно. Если это не будет ему интересно, то даже если он будет это изучать, он все равно не запомнит. Правильно. А надо что-то такое, чтобы заинтересовать, чтобы человек захотел. Или вот прогнозирование, как Вы говорили, что изучение истории дает возможность прогнозировать. Допустим, составлено несколько прогнозов развития нашей церкви. Давайте посмотрим, чем были отправлены. То есть, получается, чтобы, как бы, вот, Наташа, на предложение изучать историю с позиции будущего. То есть, что Вы видите в будущем, смотря назад на прошлое. Ну, интересно же будет. История, современность, будущее, да? То есть, как вот связаны прошлое, настоящее, будущее? Есть ли здесь какая-то взаимосвязь, да? Да, может, какой-то такой вот, там, не знаю, что-то такое провести, чтобы, ну, да, прогнозировать, там, развитие церкви, там, что ждет. Да, есть ли будущее, там, положим, у Ивановского движения в России или у протестантизма в России? Будет ли он развиваться или, наоборот, окажется в кризисе? Вот такие темы озвучить, да, Вы предлагаете каким-то образом? Или с помощью, там, семинаров, конференций, или с помощью публикаций, статей каких-то на данной теме? Просто, мне кажется, что сегодня неравнодушны верующие, в том числе и молодежь, к тому, что будет с нами дальше. Будем ли мы протестантами, будем ли мы православными, кем мы вообще будем, что нас ждет. И если, как бы, в строкопозиции подойти, то, ну, анализировать материал прошлого, я думаю, человек не интересуется. И чтобы дать ему материал какой-то, чтобы он мог что-то анализировать в те же конференции. Ну, вот когда мы с Картавином говорили об этом, я тоже мне что-то подобное предлагал, написать там брошюры популярные по каким-то актуальным вопросам истории современности. Он говорит, так молодежь книг не читает сейчас. Они только вот что-то такое визуальное могут воспринимать. Ну, почему не совсем? Исторические моменты есть очень интересные, которых можно поднимать. Я помню, раньше была такая серия ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей», да? Да, была. Я скажу, что на христианстве столько замечательных людей, столько героев, бодиков, и мы практически не знаем об этом. Так где-то отрывочно, может быть, мы слышим, если действительно эти факты поднимать, печатать, красивые книги в историческом плане делать в жанре, христианские романы, это будет читаемо, в любом случае, будет читаемо. Вот мы говорим об истории с вами, да? А вы, вот я хотел бы ваше мнение услышать. Какое ваше мнение о музее, если создать музей? Да, вот вы как раз уловили мои мысли. Я только что об этом подумал, о музее. Ну, не только, и раньше думал об этом. Это очень хорошая идея. А где вы предлагаете вот такой музей создать? В каком месте? Жребий надо бросать. Была попытка организовать такой музей в тогдашнем еще советском Ленинграде. Да, может быть и так. Были даны конкретные поручения служителям церкви, пасторам, диаконам. Тогда была одна церковь на Поклонной горе, и начали уже какие-то работы в этом направлении вести. А потом почему-то все заглохло. Может из-за того, что началась вот эта перестройка, расколы и так далее. Девы. Мне очень кажется, могло бы быть интересно делать согласно Алексею, что история эта интересна. Но коли мы баптисты и мы возвращаемся к своим истокам, к Евангелию, то возможно было бы интересно проследить историю западной и восточной церкви, и именно они стали от тех истоков уходить, и как мы к ним возвращаемся, потому что то, что мы не все знают, и не все знают прочее. Это было бы интересно и с практической точки зрения вам, или с исторической точки зрения? Да, вот я тоже все равно, когда я заброшу, молодежь читать. Молодежь наша, если верующая молодежь, читать Библию правильно будет. Если они рождены в свыше времени, они тянутся все равно, не время, а времени дамы, каждый день, каждый минут, по-разному. И вот мы говорили, что библейская история, она указывает на прообразы. Мы все это знаем, мы все это знаем, но каждый по-своему, как сказать, ну, очередность вот этого все, если создать, допустим, такую брошюру, указывающую именно на прообразы, именно по порядку, может быть, если грамотный, мудрый человек все систематизирует, и она не должна быть толстая, она должна быть маленькой, именно для того, чтобы правильно рассказать, сейчас век такой, что надо все быстро, все моментально. Насчет таких книжек никто не читает однозначно. Я, по крайней мере, не динул. А если это будет маленькая книженция, брошюры довольно-таки интересные, которые будут враобразы, все будут их собранные по очереди, и все юблейские истории будут перекалены. Понятно. Сейчас формируется так называемое клиповое сознание молодежи. Что-то такое. Ролик, клип, фрагмент. Зачем? Зачем все это так вытолстянуть? Если можно фильм в три часа посмотреть, и все будет понятно и ясно. И даже исторические фильмы сейчас, как бы, ну, не смотрели «Восхождение дьявола» называется, фильм про дитера. Основан на биографии исторических фактов. Лютер тоже, период реформации, когда был. Конечно, там, может быть, какие-то факты упущены, но, тем не менее, что-то показано. Если бы вот какой-то сюжет не просто, как бы, сказать, ну, там, от начала все-все-все-все, а какие-то главные моменты такие вот, основные. И, может, на основе какой-то известной личности это вот такой вот создательный фильм такой. Я думаю, бы интересно даже было. А вы все смотрели фильм «Лютер»? Все смотрели, да? Ну, на мой взгляд, все-таки для того, чтобы понимать этот фильм, нужна какая-то подготовка. Надо знать хотя бы немножко, хотя бы элементарное представление о реформации иметься. Тогда он будет более интересен. Потому что там такие диалоги, в них надо слушаться, вдумываться. И слова «Лютера» там «Я хотел реформации, но я не хотел революции». Реформации, революции. Этот фильм, можно сказать, замечательный. Он хорошо показывает и эпоху, и то стремление реформаторов, протестантов. И в художественном смысле он тоже такой, ну, значительные, наверное, такие сцены там, масштабные, батальные движения народа. Уже давно таких фильмов не было. Обычно действие происходит в современных фильмах в одной там комнатушке. И все. Нет полей, нет лесов, нет мор, нет пространства. Есть некоторые у нас энтузиасты, которые работают над фильмами. Был фильм, наверное, по 130-летию Иванского движения в России. Вот сейчас режиссер один из Саратова что-то такое замышляет сделать к нынешним юбилеям. Я думаю, что этот процесс будет развиваться в создании фильмов, там, исторических, познавательных, связанных с историей, с нашей. Но неплохо бы и в каждой местной церкви иметь хотя бы небольшой музейчик, хотя бы небольшую музейную экспозицию. В этом отношении нам тоже надо учиться у западных христиан. Вот там, например, церковь возникла 2-3 года тому назад. Все этапы четко зафиксированы. И в фотоматериалах, и в других документах. Это есть там и в папках у пресс-фитера, это есть и где-то на стенах. Ну, у нас еще, допустим, сто лет церковь возникла, сто лет ей будет. Сто лет будет, в этом году, да? Монтируют тоже фильм, монтируют хотя бы. Фильм делают, да? Хорошо. У нас в Бергородской области тоже один бар, кто жилой, занялся сбором информации исторической. Он сейчас вот собирает различные там такие фотографии, там, ну, свествения, что вот, как это все образовывается у нас в области, кто был, сколько людей было, ну, вообще различные там факты, вот. И, как бы, собирает, и впоследствии, может, там, не знаю, или книга будет, или как-то, я вам помню. Пожалуйста, как это есть такое вот интересное состояние? Да, это показатели и общей культуры, и нашего духовного состояния. Сразу вот визитная карточка видна. Заходишь там в церковь, и вот тебе основная информация сразу была забросается. И фотостенды, и сведения какие-то. Любой человек, там, пришедший из мира, посмотрит. Ему это интересно. А ведь люди, которые первый раз приходят в церковь, они фактически ничего не воспринимают. из проповедей, ну, на пение обращают внимание, там, на музыку. И, в основном, они смотрят по сторонам. Да. На одежду смотрят, как там музыканты, певцы, хористы одеты. На стены, что там на стенах есть. А если на стенах нет никакой информации, то это тоже не очень хорошо. Был такой у нас известный священник, просветитель, мученик Александр Мень. Он общался с верующим других конфессий, в частности, с нашей баплистской церковью, с многими пресвитерами, служителями. И он, естественно, сравнивал. Он бывал на наших богослужениях, отмечал плюсы нашего богослужения – это христоцентризм, христоцентричность проповеди, христоцентричность богослужения. Ему это нравилось все. Он хвалил за это. Но вот в сравнении с православием он говорил, что как бы эстетика баптистского богослужения недостаточно высока. Эстетичность богослужения не хватает эстетики. То, что есть как раз в православии. Живопись, поснопение – это вводит в определенную атмосферу. Но в западных протестантских церквах, в общем-то, и стены, и весь антураж тоже украшены такими предметами библейскими. Там есть витражи, например, в аптистских и еванских церквах. На витражах изображение каких-то сцен из евангельской истории, из Ветхого Завета, из Нового Завета. На витражах иногда изображают выдающихся миссионеров. Джон Вейсли, Чарльз Вейсли, Чарльз Пенчин и так далее. Это создает определенный уют, атмосферу. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Ну что ж, кое-какие предложения мы с вами выработали. Постараемся их как-то, как говорят, проталкивать вверх, доводить до сведений тех, от кого, кто может что-то сделать в таком масштабном плане. Вот насчет музея есть такой проект в Москве на базе здания нашего союзного. Да, сделают там небольшой музей. У нас долгое время в союзе даже не было архивариуса. То есть человек, который мог бы ведать архивы. А архив у нас довольно солидный. Теперь этот человек есть, Алексей Синичкин. Он там все материалы собирает, часть переводит в электронный вид. И вот у него тоже есть такая инициатива, замысел постепенно сделать музей. Хотя бы в союзе. Ну, когда была наша мини-революция в начале 90-х годов. Кто постарше, не знает. Раньше ведь центр был на Маловузском, да? Там была и центральная церковь, и канцелярия. И там же был архив. Ну, когда стали перемещать из одного здания в другое, то много было потеряно. Да, как всегда, потери неизбежны при перемене квартиры. Часть, к сожалению, было сожжено даже. Некоторые посчитали, что это не нужно. Хлам. Я помню, тогда был Савченко такой, заведующий библейским курсами. И я ему помогал спасать исторические документы. Мы с ним вместе таскали ящики на чердак. Прятали. Прятали от тех, кто был так настроен, слишком однобок. Что это ничего не нужно, это все надо сжечь. Ну, для истории все. Нужно даже маленькая какая-то деталь, маленький штрих. Он потом может быть подправной точкой для построения целой картины. Целой концепции, как говорят, исторической. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова